Всем привет, ребята! И сегодня мы с вами начинаем марафон видео про осенний гардероб. Этот марафон у нас будет длиться два месяца. Начинаем с вами в июле, заканчиваем в августе. Мы с вами поговорим про трендовый гардероб, про базовый гардероб, каждую категорию отдельно обсудим, обувь, аксессуары и так далее. Если вам интересно, то не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, сегодня мы с вами обсудим тренды. Далее мы с вами, как я уже сказала, будем обсуждать тренды обуви, аксессуаров, затем базу. И, надеюсь, все это будет для вас полезно. В общем, да, поехали! Итак, первый осенний тренд, который немножко отдает летом. И здесь, кстати, будет достаточное количество трендов, которые из летних трансформировались в осенний. Итак, первое это цветной полосатый трикотаж. В частности, это полосатые какие-то свитеры в цветную полоску, это цветные тельняшки, цветные свитшоты. Это также могут быть какие-то, не знаю, трикотажные цветные брюки, но это уже, знаете, для любителей. Больше всего, конечно же, будут актуальны цветные полосатые свитеры. Мне кажется, это классно разбавляет образы, тем более осенние, когда, знаете, еще такая ранняя осень, когда не совсем еще холодно, можно этот свитер носить без какого-либо верхнего слоя, разбавляя просто повседневные базовые образы вот таким интересным акцентом. Причем эти свитеры, ну и трикотажные различные там свитшоты, там, я не знаю, худи, возможно, даже полосатые, они удобны тем, что это, в принципе, такая простая покрою вещь, но за счет принятой расцветки она смотрится оригинально и интересно. И мне кажется, это один из самых таких прикольных, молодежных, я бы сказала, трендов на сегодняшний день, поэтому, да, обязательно присмотритесь. Следующий, второй тренд, это яркая верхняя одежда. И вы знаете, мы с вами об этом много раз говорили, что сейчас в тренде яркие оттенки фуксия, зеленый травяной, желтый и так далее. И осенние тренды, они не стали исключением. Эти яркие оттенки из весны и лета переносятся плавно в осень. Но теперь яркие оттенки будут присутствовать в верхней одежде, потому что все-таки осенью мы уже надеваем второй слой с вами. Так вот, если говорить о ярких оттенках, именно о тех самых трендовых, оранжевый, желтый, зеленый, розовый, то здесь лучше всего выбирать такого цвета какие-нибудь, я не знаю, пальто, куртки, ветровки. Особенно ветровки будут классно смотреться в ярких оттенках, такие, знаете, анораки, мы тоже с вами про них говорили. В Заре, кстати, очень много таких в розовом, в голубом оттенке, по-моему, даже сейчас они на распродаже, насколько я знаю, поэтому можете обратить свое внимание. Самые классные, конечно же, будут цветные пальто различных ярких оттенков. От, не знаю, синего до, блин, неонового-желтого, вообще любые оттенки будут идеально смотреться. И я бы вам советовала не бояться таких ярких цветов в верхней одежде. Почему? Потому что осенью мы чаще всего начинаем готовиться уже к зиме и перелезаем во все такое серое-черное такое, очень базовое. А здесь тренды нам прям кричат о том, что не нужно этого делать, нужно быть яркими даже осенью, даже зимой. И я это поддерживаю, поэтому вам рекомендую присмотреться к яркой верхней одежде. Следующий тренд у нас школьная эстетика. Что такое школьная эстетика? Это, можно сказать, школьные луки. Это какие-то воротнички под свитшоты, это рубашки со свитерами, это, конечно же, все вместе сочетается, например, с мини-юбкой в клетку, либо с теннисной юбкой. И также это еще, конечно же, сарафанчики с рубашками, то есть такие нарочито школьные луки. Сейчас это действительно один из самых популярных трендов, и осенью это будет просто идеально, особенно для тех, кто учится в универе, в школе и так далее. Ну и если вы нигде не учитесь, и у вас, не знаю, нет какой-то необходимости ходить в офис, у вас нет дресс-кода, почему бы не попробовать что-то такое интересное? Очень освежает любой образ, и я думаю, что вещи для такого лука в школьном стиле найдутся у каждого в гардеробе, потому что рубашка, свитер, юбка мини, то есть здесь нет ничего абсолютно сложного, поэтому попробуйте. Следующий тренд это темный деним. Это такой темно-синий оттенок, это такой деним, который выглядит винтажным, вот мы чаще всего называем такой деним винтажным. И вы можете также составлять, как и в прошлом году, и в позапрошлом, тотал джинсовые луки. И особенно в таком цвете они будут смотреться ультра-модно. В противовес такому темному дениму у нас идет цветной деним, это могут быть цветные джинсы, обязательно они должны быть, конечно же, актуальными на сегодняшний день по крою, то есть это могут быть широкие джинсы, прямые джинсы, самые актуальные на сегодняшний день. И они могут быть цветными, так как я вам уже сказала, цвет сейчас главенствует в моде, и это один из самых больших трендов, поэтому не только верхняя одежда может быть цветной, но и ваши джинсы могут быть цветными. джинсовки различные джинсовые жакеты куртки и так далее все это может быть цветным и чем ярче тем круче это будет выглядеть следующий тренд это романтичное ретро платье этот тренд появился весной этого года 21 что значит романтичное ретро платье это платье с цветочным принтом либо с принтом горошек либо однотонные которые имеют какие-то рюши воланы пышные рукава воротнички и чаще всего присутствуют на таких платьях эти платья выглядят знаете такие платья каких-нибудь тургеневских девушек вот что такое очень романтичное очень легкое и винтажное абсолютно поэтому присмотритесь тоже к таким платьям их очень классно сочетать с чем-то супер контрастным с контрастным по стилю я имею ввиду возможно с чем-то брутальным маскулинным это будет смотреться просто потрясающе поэтому не проходите мимо этого тренда сейчас где угодно можно найти такие платья в масс-маркете сто процентов найдете следующий тренд это конечно же рукава что такое рукава это знаете в прошлом году в заре появились вот только-только начали появляться просто таки вверха от водолазок то есть у нас был короче рукав просто здесь у нас получается было горло и это все то есть дальше ничего не было просто рукава и эти рукава все еще остаются актуальными если в прошлом году мы как-то присматривались к ним думали это что-то странное зачем нам такое носить то сейчас это активно сочетается с топами с различными блузами и так далее выглядит достаточно оригинально до сих пор потому что немногие пока что еще решаются носить такой тренд поэтому да все еще в тренде все еще популярна в заре тоже все еще придается поэтому можете смело покупать мне кстати кажется что это один из таких трендов который пришел именно из инстаграма они с подиумов вот есть у нас два типа трендов сейчас это подиумные тренды и инстаграмные тренды и кстати тренды которые появляются в соцсетях они гораздо гораздо популярнее следующий тренд это брутальность в женском гардеробе маскулинность последние наверное лет не за 5 либо больше остается в тренде это мужские жакеты мужские брючные костюмы но если говорить про брутальность то это что-то более дерзкое это не просто какие-то строгие вещи в мужском стиле это что-то тяжелое это что-то грубое это могут быть объемные большие ботинки это могут быть кожаные массивные куртки это может быть яркий макияж то есть что-то такое максимально дерзкое вот такой стиль тоже сейчас в тренде мне кажется что это неспроста почему неспроста потому что в последнее время я заметила особенно опять же в соцсетях сейчас все больше и больше популярна вот эта винтажная эстетика есть и двухтысячные в тренде находится то наравне с ними находится то наравне с ними в тренде винтажная эстетика винтажная музыка рок-музыка и так далее поэтому такой стиль сейчас тоже актуален поэтому присмотритесь кстати я снимала несколько видео уже про несколько популярных стилей можете их посмотреть я вам оставлю их по ссылке в описании мы с вами эту рубрику будем продолжать можете также отметиться в комментариях какие стили еще разобрать из актуальных на сегодня следующий тренд это юбки плесе и если несколько сезонов назад юбки плесе уступили место на пьедестале так скажем модным юбкам прямого кроя без складок без чего бы то ни было это были в самые популярные юбки были сатиновые то сейчас плесе снова актуальных я не могу сказать что они не были актуальными что никогда становились ким-то анти трендом просто сейчас они снова станут более актуальными поэтому если у вас такая юбка есть то доставайте если не покупали можете смело покупать но если эта юбка еще будет каких-нибудь ярких оттенков на сегодняшний день популярных то это будет невероятно трендовое сочетание в точнее не сочетание дополнение к вашему образу следующий тренд это тай-дай и мы с вами говорим об этом тренде уже наверное несколько сезонов потому что этот тренд он то приходит то уходит но все равно как-то вот перманентно с нами существует и тай-дай осенью все еще будет супер актуальным и вы можете также носить какие-нибудь свитшоты тай-дай брюки джинсы все это актуально причем у вас могут быть не только какие-то элементы акценты с тай-дай принтом в образе но у вас может быть полностью total тай-дай лук тоже выглядит супер свежо немногие решаются на полностью тай-дай лук поэтому это все еще свежий тренд присматривайтесь следующий тренд конечно же леггинсы и думаю что многие заметили в последнее время как леггинсы стали популярны это случилось в одночасье за секунду я даже не успела этого заметить вот просто леггинсы заполонили все в магазинах все сейчас носят леггинсы если мы с вами в не знаю позапрошлом году или может года два назад говорили о том что джинсы скини это уже не так актуально там узкие брюки узкий низ это ну что-то такое старомодное то сейчас леггинсы вернулись и сейчас мы носим леггинсы совершенно по-другому нежели мы это делали пару лет назад если мы леггинсы добавляли только к расслабленным образом сейчас леггинсы можно сочетать со всем сапоги и ботинки туфли все что угодно босоножки леггинсы подойдут куда угодно и кстати самые актуальные леггинсы будут конечно же как вы думаете какие цветные естественно зеленые розовые желтые какие угодно ну и конечно же классические черные там белые базовые все это актуально обязательно присмотритесь особенно к леггинсам со штрипками леггинсы со штрипками это тренд которого многие боятся но я считаю что это выглядит очень уникально и оригинально если вы такого не боитесь не боитесь экспериментов то обязательно попробуйте леггинсы со штрипками если они еще будут зеленые какие-нибудь или розовые это будет просто взрыв мозга мне такое очень нравится ну и последний тренд на сегодня это конечно же косынки мы с вами говорили о косынках наверное весной когда рассказывала про тренды и осенью все они еще будут актуальны только если летом актуальны банданы такие легкие платочки то осенью и ближе к зиме актуальны будут такие плотные косынки иногда они даже могут быть с каким-то утеплителем какие баллоневые косынки кожаные косынки с утеплителем все это сейчас остается актуальным и это тоже тренд не для всех потому что немногие люди готовы на такие эксперименты хотя на мой взгляд косынки смотрятся очень элегантно и женственно для тех кто носит пальто чаще всего какие-нибудь тренчи это просто идеальный тренд для того чтобы его использовать особенно в сочетании с какими-нибудь большими очками из семидесятых которые сейчас тоже кстати актуальны это просто выглядит шикарно такой получается ретро винтажный образ обратите свое внимание в общем то на этом все я надеюсь что это видео было для вас интересным и полезным напишите какой из трендов вам понравился больше какой вообще не понравился какой вы никогда не будете носить на мой взгляд я подобрала сюда тренды максимально носибельные потому что их намного больше на самом деле просто не все они могут ужиться в повседневной нашей жизни не все приживутся так скажем поэтому я выбирала только те которые действительно можно использовать и это будет удобно классно и интересно в ваших обычных образах на каждый день поэтому даже до ваших комментариев увидимся очень скоро всем пока пока